Пить вы не возьмете. Это уже очень высокий уровень. Это вы уже не просто чисты от наркотиков. Вы можете устать рядом с тем, кто курит, и вы уже не будете хотеть. Но этого еще мало. Вот этого наркологи уже не знают. Потому что наркологи останавливаются на этом уровне. А есть еще уровень морозы, горечи. И это уже духовно высокий уровень. Когда вы смотрите, и вы понимаете, что вы были идиотами. Что вы были египтяни. Что вы были наркоман. Как вы могли зависеть от вот этого? Да не дай бог. И вот это уже здорово. Это уже самый высокий уровень, господа. Выходы из Египта это горечь. От того, какие мы были идиоты. Вот это уже выход. Да, ваши вопросы, господа. Про реинкарнации. Про идею выхода. Про работу, которую мы здесь делаем. Про третью функцию я буду подробно в следующий раз объяснять. У меня еще нет примеров, кроме себя. Мой вопрос. Да, Лиза. Вы так коротко затронули такой важный вопрос. Как реинкарнация. Да. Что я, извините, не понял. Что именно реинкарнирует. Реинкарнируется Руах. Я. Личность. Реинкарнируется Личность. Но строительные материалы Личности. Это животная душа и божественная. Из них лепится Личность. Но Личность уникальна. Личность неповторима. Рима и горячо любима. И она реинкарнирует. Это все время одна и та же Личность. Теперь, не дай Бог, если... Об этом тоже не рассказывает синагога. Так, что Рам Пенсион пусть не слушает. Господа, если вам рассказывают, что с Израилем все будет хорошо, то это правда. Но что будет с нами хорошо, никто не гарантирует. Это Хафет Схаил. Израиль Мерезг. Города Рады, что в Белоруссии. Все любят цитировать. Все равнили. Десятая глава Мишна трактата Сангеды. Что сказано? Коли Саэль у всего Израиля есть часть в следующем мире. А, Аныхай. Приходит Раби Исраэль, Нерез, Раби. Ты знаешь, что говорит? Нет. Не часть. Не часть. В смысле? Что если мы тут ничего не посеем, простите. Я перейду на узкие языки. Понимаете, господа? То, ради чего мы сюда приходим в борьбе, обретешь тут право свое. Мы приходим со своим выбором приобрести соавторские права на себя. По-другому родиться в следующем мире. Маленькое тоже. Еще тогда, как ответ на вопрос. Раби Йошуа Бен-Лейф. Есть мнение, что был последним Тана. Есть мнение, что был первый Амура середина третьего столетия. Христианская тема. Но, что он был один из самых больших праведников, нет никаких сомнений. Он был один из десяти человеков, которому не нужен был шок смерти. Помните, Ильяу, пророк, ему не нужно было умирать. Сэрах Бата Шер, знаменитая дочь, тоже не умирала. Он был один из десяти. Есть список. Что я хочу сказать. И вот здесь, на земле, Раби Йошуа Бен-Леви, есть несколько историй. Это одна из них. Первый раз в жизни встречает Ильяу. Нашего пророка Ильяу. Первый его вопрос. А у меня есть место в следующем. Вы слышите, что его беспокоит? Он беспокоится. А вместе... Господа, когда вы последний раз беспокоились? А у вас есть место в следующем. И у меня целая-целая тема называется «Семь имен сатаны». Просто в чем разница? Формат такого общения... Это место, место Розе. Это тоже я объясняю. Есть два уровня следующего мира. Есть сопутствующий, когда мы цепляемся за праведника. А есть свой, это когда праведник строит. Это целая большая тема, что я хочу сказать. Что я не люблю трогать. Знаете почему? Потому что есть вариант, где нету следующего. И Всевышний, простите, не садист. Вам снился сон, длиной в жизнь. Снилось и забыл. Потому что у раби Юршуа Бель-Леви было беспокойство. А мы расслаблены. Что вы такие... Справа, вот мой мотор... Это я не просто ищу. Я очень хочу вечность. Что я делаю? Ответы. Я пытаюсь что-то гоняться за другими евреями. Потому что книга Зор говорит. Что такое жизнь? Это бегать за еврейскими преступниками. Преступники это те, кто, типа нас нарушают, кто-то. И умолять их. Умолять их. Вернуться к Всевышнему. Тот говорит, что вся жизнь для этого. Для этого нам дают мужей, жен, детей, деньги. Вот все для этого. Представляете? Вопросы, да. Еще вопрос. Что происходит с остальными частями души? А, с ними ничего не происходит, потому что божественная душа это вообще не часть. Потому что в мире, откуда она светит, там нет объекта. Это мир отсылут, там нет объекта. И потому мы не можем говорить об объектах. Мы говорим о свете. Это мир уже брия, там мы можем говорить вот об отдельно рассматриваемом свете. Там можем уже говорить об объектах. Но в принципе, откуда идет этот свет, там вообще нет объекта. А что такое жизненная душа? Это то, что есть и у животных, господа. Мало кому известно, но наша нефиш включает нашу голову. Вы будете смираться. И мы отличаемся от животных вовсе не интеллектом. У животных тоже есть интеллект. А у растений есть эмоции. Интеллекта у растений нет. Но зато есть эмоции. Известная вещь. Растение может нравиться, может не нравиться. Может быть любовь, может быть ненависть. В Австралии это уже до того дошло, что евреям тяжело строить суку. Слышите? Суку. Ну потому что резать дерево больно. Реально больно, кстати. Это по поводу вегетарианцев. Ну как же можно убивать бедных животных? Простите, а для чего с вашей точки зрения существуют животные? Для чего? Или растения? Это для нас, господа. Просто нужно убивать так, как вели Тора, а не так, как люди это делают. На вашей больнице. Извините. Током бьют, и это ужас. Оно же мучается животное. И там, извините, продукты распада адреналина, который впрыскивается в кровных мучениях. Это чистейший яд. Потому что мы так мало живем, что никто не успевает умереть. Так же, как никто не успевает умереть от чистки. Мясо с молоком, извините, разные энзимы. Эти энзимы несовместимы. Те, что расщепляют мясо, и те, что расщепляют молоко. И только потому, что мы так мало живем, там 70-80 лет, и что это за жизнь? Ну, если бы жили бы хотя бы лет 300, мы будем...